добрый вечер коллеги начнем наш вебинар меня зовут дмитрий слепцов сегодня поговорим об американском рынке посмотрим ситуацию сложившуюся на индексах посмотрим индекс сам по себе плюс акции входящий в индекс и что интересно вырисовывается сейчас на данных компаниях так вот смотрю вопросов скинули очень интересную ссылочку но видимо это вы цели обозначаете мы посмотрим сейчас давайте сначала по индексам посмотрим итак что у нас интересного произошло за текущую неделю чего будем ожидать на что рассчитывать но во первых напомню что поясом п500 нас продолжается тот самый восходящий тренд который мы с вами увидели после пробоя сопротивления и на прошлой неделе мы с вами подошли к максимумам вот здесь мы видим а этот хай и мы думали с вами что будет пробой этого уровня от скотчем от него ну и так далее сейчас мы в принципе уже видим что вот это движение которое формировалась она продолжила двигаться в этом направлении и вот у данного уровня мы получили хорошую поддержку поэтому сейчас мы с вами видим позитив поясом п500 а то есть рынок не особо думает корректироваться задерживается за этим уровнем и это в общем то такой момент интересный но тут уже трейдеров начинают терзать мутные сомнения по какой причине вот если мы посмотрим исторически как двигался рынок и проанализируем его вот эти восходящие движения то самым большим таким и серьезным движением у нас был рост за последнее время имеется ввиду это вот предыдущий год сентябрь теперь уже у нас даже будет это не предыдущий а вот 2010 да значит сентябрь и вот до где-то февраля там 2011 был сильный рост посмотрим с вами как этот рост развивался он развивался в два этапа сначала у нас было вот такое движение потом у нас была более или менее значимая коррекция вот до сюда а потом было еще одно сильное восходящее движение после которого у нас с февраля по там июль начал формироваться боковик и в этом боковике тоже были некие восходящие волны но они уже были не столь сильные и вот сейчас хочется обратить внимание вот на что значит во первых вот в боковичке когда у нас движется S&P то движение можно охарактеризовать вот той величиной которую мы видели на флете ну то есть вот этой вот рядом мы видим еще такое же движение плюс вот я просто возьму и вот это движение ну то есть скажем так в кавычках типичную величину движения для флетового S&P я вот эту величину замеряю вот здесь посмотрите что мы увидим что вот когда у нас был предыдущий глобальный флет то есть когда у нас вот это было падение пролив сильный по S&P еще все шутили что это Уоррен Баффет продал акции и после этого у нас затянулся флет это у нас был май десятого и вот как раз по август вот по сентябрь десятого вот в этом флете обратите внимание что движение у нас соизмеримы то есть вот это движение по величине в этом флете оно совпадает вот с этим флетовым движением и дальше мы посмотрим вот здесь ниже где у нас был флет то есть это вот эта паника ну вернее период после паники августа он у нас тоже измеряется такого же рода движением и вот здесь когда мы проваливались только вот в другую сторону надо конечно же это все развернуть по величине я имею ввиду это по величине так вот к чему я все это клоню о чем хочу сказать что вот сейчас мы с вами видим трендовое движение и я беру вот эту величину тренда развития когда вот был сильный сильный восходящий тренд и эту величину откладываю вот сюда вот раз и получаем значение там порядка тысяча ну там тысяч четыреста это у нас даже не дотягиваем это у нас тысяча триста девяносто пять тысяча триста девяносто пять вот это движение если возьму по величине и если возьму второе движение то вот так вот отложу и получу вот здесь и теперь когда вот померили движение по предыдущему свойству рынка замеряем вот это движение и видим что вот первая ну как бы не применительно к теориям да вот этим общеизвестным а просто ну давайте назовем первое глобальное трендовое движение по S&P 500 вот здесь оно у нас было вот такой величины и здесь мы эту величину уже с вами увидели после чего была коррекция в этот раз больше чем предыдущий и после этого вот это второе движение начало развиваться то есть можно предположить что сейчас мы с вами находились ну находимся в некой подобной фазе и меня начинает волновать величина трендовых движений то есть сейчас я как бы говорю не о том что посмотрите ребята какой классный S&P какой он суперский как он здорово растет хотя это все конечно имеет место быть сейчас скорее я говорю о свойствах этого рынка у каждого рынка есть свойства и каждый рынок он у нас как личность как человек да то есть можно изучать там повадки человека рынка повадки каждой акции в отдельности сейчас мы пытаемся изучить повадки S&P 500 и вот если мы даже абстрагируемся от всего там касаемо кучи различных акций и ситуаций в мире то вот это движение которое у нас было оно уже реализовалось вот что меня начинает беспокоить то есть мы уже прошли свойства то есть прошли движение свойственное S&P вот посмотрите я это движение замерил вот отсюда и вот мы получаем как раз максимумы вот текущие вот текущие хаи которые были это уже пик все поэтому тут вот ситуация очень двоякая и хоть я ну знаете как я вот вообще не особо склонен доверять контртрендовым стратегиям в каком плане доверять в том плане что я их просто не использую я люблю трендовые стратегии тренд мне понятен вот тот кусок который до этого был трендовым не был понятен но иногда возникают периоды опасности когда стоит задуматься и вот сейчас один из таких периодов опасности получается что мы движение прошли и уперлись в эту планку если конечно S&P нам покажут что ребята смотрите вот у меня было конечно два таких движения но я еще сейчас три раза по столько же ну прекрасно но как вы знаете что трейдеру лучше перестраховаться и критически отнестись к полученной информации в крайнем случае если мы возьмем первое движение которое у нас вот здесь развивалось оно более сильное и отложим его сюда и предположим что рынок два раза по столько сходит сколько он ходил то мы с вами получим уже конечно значение то что я показывал 1395 1390 то есть некий запас хода у нас появляется но он относительно небольшой и вот в связи с этим призываю очень осторожно сейчас воспринимать рынок и внимательно смотреть на этот уровень 1400 поскольку уровень сам по себе является психологически значимым плюс S&P уже исчерпал здесь свою ну вот эту трендовую движуху то тут могут быть сюрпризы в виде отскоков и откатов я не люблю отскоки откаты но когда видно что они потенциально могут быть нельзя это отрицать так что в волне возможно что где-то мы в районе пика по S&P сейчас крутимся а дальше если то есть если это так возможен вариант когда рынок все-таки по инерции подернет еще выше то есть он сходит повыше но величина движения она уже соизмерима может быть коррекция она может быть порядка вот тех которые свойственны S&P то есть вот тут у нас есть вот такого рода коррекция это вот уровень вот этот это может быть маленькая коррекция вот такая вот либо это будет коррекция ну вот чуть выше как вот здесь показано вот то есть вот так это вот почти предыдущий уровень но вот тем не менее эта коррекция потенциально может быть так что не расслабляемся ладно я думаю с S&P хватит наводить уже страсти поскольку если все пойдет вниз вы это увидите но тем не менее точка разворота сейчас она начинает начинают появляться признаки точки разворота так теперь посмотрим что нам следующие индексы говорят что говорит Dow Jones вот сейчас вы здесь все то же самое увидите поскольку ситуация одна и та же везде сейчас я уберу лишние картиночки вот смотрите вот об этих движениях мы говорим вот трендовое движение раз вот оно трендовое движение раз дальше коррекция трендовое движение два дальше коррекция и еще выше даже трендовое движение было меньше вот раз видите почти к максимуму если вот это расстояние замерим но тоже там район примерно тот же самый то есть по долл джонс у нас есть волатильность есть возможность пойти выше я уж конечно не говорю если мы вдруг мерили вот от этого минимума то получится что мы уже пересилили эти движения что в общем есть опять-таки не позитивный сигнал в сторону роста так что до джонс он уже даже перетянул то есть последнее движение вот это который возникает она уже сильнее чем те движения которые были до этого ну неком обозримом прошлом так и nasdaq смотрите то же самое достигли достигли нового максимума вышли таки из этого треугольника вот берем движение вот тут конечно пошло ниже чем оно было но вот это движение вот опять-таки сюда подставляем смотрим примерного максимума вот так она уже перешло но лучше конечно мерить вот так раз то есть еще небольшой потенциальчик для движения и вот это вот два тут в принципе уже мы его перебили мы движемся гораздо более сильными темпами чем а до этого у нас было ну вот в принципе по индексам и все так что сейчас там мы технически занимаем такую выжидательную позицию наверняка если у вас ланги есть то подтягивайте стопы и там какие-то ланги можете частично закрывать но по крайней мере мера предосторожности нужно прийти так вопрос напомнить что за программу сейчас используйте это сайт free stock charts точка ком бесплатный сайт там можно смотреть акции так что пользуйтесь на здоровье free stock charts так теперь по акции я выделил несколько акций сегодня плюс посмотрим уже в ходе режиме в ходе в режиме реального времени акции которые у нас есть по s&p 500 проанализируем на текущую ситуацию такие скажем наиболее интересные с точки зрения рыночной картины посмотрю голубые фишки вот хочу немножко разнообразить то есть мы всегда смотрели там акции с на 500 сейчас просто посмотрим там текущую ситуацию по долл я имею ввиду по фишкам долл вот и сориентируемся что у нас происходит в ликвидном рынке на америке так теперь для начала четыре акции я отметил себе из того что у нас были там одна даже есть дополнительная но в принципе это скажем так общие идеи для размышления которые возникли в процессе отбора акции сейчас посмотрел несколько компаний вот четыре меня так более-менее приглянулись снова что смотрите у нас по алко тикер и формируется очень забавная картина но во первых я думаю что все сразу увидели фигуру технического анализа который называется головой плеч вот от двойного дна мы с вами отскочили пошли наверх и участно рисовали вот такую достаточно забавно картину так и прокорректировали снова к этому уровню напомню что у этого уровня акция нам было интересно действительно она в общем-то и сейчас интересно но незаметно для в кавычках конечно незаметно для всех она решила нам подпортить ситуацию вот такой вот фигуры головой и плечи как мы знаем здесь у нас в общем-то процесс недолгий есть голова и плечи есть критические моменты уход ниже линии шеи и и дальше мы с вами отмеряем вот здесь высоту вот этой головы вниз вот сюда это цель по голове и плечи то есть потенциально такой шортик может быть но что интересно ну скажем так это негативный сценарий да такой контр трендовый опять таки но вот с точки зрения позитивного сценария у нее тоже формируется забавная картина то есть одну из сторон она реализует сейчас я уберу здесь линия чтобы можно было нарисовать вот значит если это голова и плечи мы знаем не отработается то возможен противоположный сигнал и очень сильный сигнал и вот здесь мне нравится как она формирует вот эту линию то есть заходит в такую сужающуюся формацию с одной стороны она может вывалиться в голову и плечи тогда она отваливается на величину головы либо она пробивает данный уровень сопротивления получается что она у нас будет находиться ну скажем так выше поддержки да с пробитием сопротивления и потенциалом к следующему сопротивлению и тогда это у нас будет только подтверждение ланга если тут какие-то ланги были открыты то стопы у нас как бы стоят там где стояли под минимум а либо если еще пока не было лангов то лонг вот потенциально может открыться вот здесь на пробой данной линии акция находится в таком пружинном состоянии когда она либо наверх либо вниз выйдет мы ее будем там ловить так написать сайт давайте напишу сайт а чуть лет тоже все написали так 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 тес 2000 точка ком да там еще есть дополнительный сайт так далее так тут еще комментарий так тикеры ждевая из прошлого нашего семинара вырастала на так 1 и 2 сейчас 1 6 и ждевай ну да серия дарик дешевых акций на отскок полна данном и показывали так ладно далее посмотрим и бить и это компания где я хотел показать вам уровень которая сейчас пошла наверх мы ее разбирали которая ну сейчас пока будет интересно в спекулятивном росте у нее вот понравилась очень интересная фигура в процессе возникновения возникновения уровней во первых вот здесь поддержка вот нижний уровень да потом она вторым уровнем нарисовала еще одну поддержку и после этого вот она перешла в рост вот сюда я не помню наверное мы ее разбирали там каких-то наших может быть не предыдущим а там еще более ранних семинарах ну вот а такие поддержки у нас очень интересные и здесь хочу обратить внимание вот на этот участок вот еще раз я ее показываю чтобы обратить внимание вот на этот участок вот такие жесткие консолидации где у нас бьется на несколько раз в одну и ту же точку раз два три четыре пять шесть семь раз снизу там раз два три ну то есть тоже принципе каждая свечка каждый день и вот эта консолидация и консолидации обязательно обращайте внимание и выделяйте на графике в качестве вот этих областей очень скажем так но хорошие уровни хорошие признаки вот в данном случае данный уровень поддержки у нас отработался и вот здесь видите мы пришли в эту уровню к этому уровню пошли дальше но это акция как пример в общем как пример уровней которые нам необходимы дальше adp для любителей шарта и игры на опережение смотрите здесь у нас сформировалась шикарнейшая картина adp это для любителей шарта смотрите вот у нас есть уровень шикарный шикарный раз два три три раза мы бьемся в этот уровень от него отваливаемся вот здесь опять консолидация о которой я сейчас только что говорил три там четыре пять шесть семь восемь девять дней видите он у нее бьется то есть консолидация мощнейшая потом ее пробивает отваливается снова к ней приходит и вот смотрите как здесь он вырисовывает прям как на картинке вот зеленая свечка и потом красная и вот этот уровень 55 долларов он у нас как железный такой железный стержень прошит в эту акцию видите вот пыталась она ее взять но не получилось так что вот любители шарта вот такая картиночка вырисовывать что интересно мысли какие сразу приходят когда мы видим такие сделки человеку ну человек всегда думает ну хорошо сделка классная интересно сработает она или не сработает принесет прибыль или нет тут вот как всегда у нас появляется элемент вот этой самой вероятности когда да наши рассуждения могут быть верны но как поведется о рынок мы в общем то не контролируем то есть этот элемент непредсказуемости у нас все равно сохраняется мы должны об этом помнить с точки зрения контроля над риском но с точки зрения техники сделка конечно у нас идеальная вот так вот по тому уровню который вырисовывается это просто идеальная картина если там учитывать например что представить что S&P 500 пойдет вниз то есть все что мы сейчас видим оно закончится нисходящим движением то конечно вот здесь такая вот ситуация она может реализоваться очень сильно вниз так ну и вот еще одна акция и CLS это у нас плавный переход нисходящего тренда восходящий что интересно тоже такая картина забавная вот смотрите мы двигались вниз то есть у нас был четкий нисходящий тренд я сейчас даже ускорение рисовать не буду а вот дальше у нас поддержка сильная поддержка то есть нисходящий тренд переходит в классический такой боковичок и опять таки классическим образом после этого у нас формируется восходящее движение ну по крайней мере такой вот структуры движения да вот мы поднимаемся наверх и можно сказать что данный восходящий тренд он у нас разрешился то есть зеленый свет был открыт когда мы вот ушли выше этой линии сначала мы ушли потом отвалились обратно мы вернулись задержались и вот как бы поднявшись выше нее все таки выстрелили и у нас цена пошла наверх а далее вот здесь что мы видим здесь у нас тоже самое вот такой коррекционный участок в принципе можно даже параллельную линию рисовать то есть у нас будет некий такой флажочек в котором мы движемся и когда этот флажочек разрешите наверх то в принципе появятся идеи для лонга то есть можно будет рассматривать лонг акция конечно такая ну скажем относительно не спокойно себя ведет да вот но тем не менее каждый раз пока вот когда она формировала данный тренд и выходила выше несопротивление у нее появлялись ну потенциальные движения наверх что в общем то достаточно позитивно нужно там уже конечно смотреть внутри что у нее происходит видите внутри у нее такой достаточно сильный коридорчик некрасивый как бы да то есть дерганно себя ведет компания но коридор сохраняет то есть вот у нас раз два три четыре четыре сопротивления в общем то пробой этих сопротивлений как раз и откроет нам дорожку наверх так ну теперь посмотрим компания доу джонс так алкова мы уже видели американ экспресс у меня как раз был курс по Америке и мы там просматривали акции входящие в доу джонс я вдруг понял что мы часто говорим об акциях но там различных акций каких угодно но мы не смотрим скажем так ситуацию в крупных компаниях и даже не понимаем что происходит с этими компаниями порой как они себя ведут и в общем как вообще выглядит что могут вообще показать то есть обращаем внимание на различные компании кроме главных то есть которые в общем двигают рынок поэтому решил показать компании доу джонс чтобы мы тоже понимали что происходит вот американ экспресс в принципе движется в восходящем направлении движения тоже самый треугольничек мы можем наблюдать что и по СНП который разрешился в тренд плюс вот у нас поддержка была то есть и пришли мы сейчас к верхнему уровню вот смотрите сюда то есть как бы скажем так чтобы нам понять динамику индекса самого нам еще хорошо бы заглянуть в динамику самих акций то есть если акции не имеют потенциала роста то индекс тоже не будет иметь потенциала роста и тогда то предположение которое мы сказали оно в общем то будет закономерно вот здесь видите подошли к сопротивлению от него отваливаемся в общем то некие такие моменты окончания тренда присутствуют боинг глобально у нас видите такой широкий боковичок сейчас уже переходит в некий флэт но уровней глобально никаких хитрых тут нету только вот собственно ну такой дальний 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 здесь вот уровень вот его отголосочки вот здесь и вот тут сопротивление видите и дальше уже следующий такой скажем ну максимум 2011 тоже сопротивление есть bank of america великолепная компания вот здесь поддержку реализовала свою и пошла у нее никаких проблем нет она пока вот движется как движется хоть она и пришла к этому уровню но как то вот пока она не чувствует себя неспокойно вот вот здесь она вполне хорошо себя ощущает у этого уровня посмотрим что будет дальше так cuter cuter здесь ситуация следующая смотрите вот максимум от которого уже начинаем отваливаться там у нас бы флетик вот смотрите сюда вот раз да то есть вот движение которое о котором я говорил вот подобные движения свойственные рынку раз движение два вот мы пришли к максимуму и от него отваливаемся вот раз и вот сейчас уже смотрите вот мы к этому уровню подошли вот раз уровень два и уже красные свечки уже уже отваливаемся как бы идем на опережение кат он уже идет на опережение отваливаясь от этого максимума циска еще отдельные песни конечно ну ладно там она сейчас пробила сопротивление к нему вернулась отвалилась вот здесь движется ну как бы тут глобальных сопротивлений нету хотя от локального от маленького вот здесь на вершиночке она уже отваливается далее шеврон широкий такой боковик с элементами восходящего тренда опять таки вот вот это сопротивление не дает ему спокойно спать раз два три четыре пять пять раз и опять таки смотрите сопля наверх и красная вниз зелененькая и снова красная видите очень серьезный уровень сопротивления дюпон уже не растет да видите в таком боковичке тоже находится далее дисней вот подбирается к хаям вы помните как мы сказали что ну да есть еще потенциал у индексов то есть он скажем так ну вот свойства S&P еще позволяет пойти наверх вот видите есть акции которые да еще пока выдерживают потенциал до неких максимумов вот General Electric пришла таки к своему сопротивлению от которого отвалилась вот здесь то же самое видите Home Home Depot ну тут правда тренд хороший восходящий тут проблем нету все растет ничего с этим не поделаешь и в общем то тут акция которая нам ничего сказать не может по поводу цели она сама просто тупо сильно 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 растет если вот у нас будет S&P как Home Depot ну будет классно так Хьюлит Пакард бедный его совсем задушили вот только он начал только он оклемался вот видите сопротивление раз два три вот куча сопротивления у него была пробил пошел выше три дня слили четыре сгопа вниз обвалился тренд пробился и бедного еще ниже и бедного еще ниже пришли конечно к поддержке но очень слабая акция настолько слабая что шансов у нее конечно мало но учитывая ее тренд конечно неплоховато ну ладно смотрим IBM IBM красавец идет наверх пробивает хай обновляет движется наверх это акцию которой нет проблем нет ни претензий все она обновляет все классно и как Apple в общем то Intel расширяющаяся формация подошла сейчас начинает уже колбасить в разные стороны область хайов поэтому сложно что-либо про нее дополнительно сказать она просто растет то есть цели пока не видно дальше Johnson & Johnson это великий боковик вы видите да то есть тут эта компания ждать мало чего приходится что у нее вдруг тренд пойдет у нее просто все в бок JP Morgan эти ребята радуют видите двойное дно наверх восходящее и пока вот потенциал наверх есть вот пока конечно смещает вот это сопротивление вот тут к которому подходим ну если преодолеют еще вот у них есть такая хорошая дорожка наверх крафтфудс пришли к хаям отвалились видите тоже вот этот отвал эта коррекция появляется кока-кола тут боковик в области хаев тоже в общем то это как бы сложно что-либо предположить в плане что будет круто и долго расти Макдональдс который тоже видите засомневался вот засомневался так что начал треугольник вырисовывать неопределенностью вот раз два три четыре пять видите треугольничек конкретный неопределенность на рынке ммм шикарное сопротивление сверху посмотрите здесь это вот тот самый уровень та самая консолидация которую нельзя игнорировать по ммм смотрим пробитие посмотрите какое шикарное шикарный узкий боковичок который разрешится либо наверх либо вниз боковичок нужно посмотреть да все остальное уже мерк пришел хаям отвалился microsoft пошел наверх что в общем то ему не свойственно да то есть обновляет хай движется выше вот сюда еще выше ну как бы гигант который так пошел он уже воспринимается скорее как ну пускай пока развлекается вот так стоп файзер хай видите файзер хай прокорректировался сейчас тоже здесь колеблется может быть до этих хайов дает потенциальчик дает Procter & Gamble боковичок глобальный опять таки в районе хайов вот здесь AT&T боковичок в районе хайов Travelers Company так боковичок ну примерно в районе хайов United Technologies хорошее движение ну пока пока нигде да до верхней дошли Verizon ну такой размашистый восходящий тренд Walmart тоже хорошее движение вот уже смотрите как слили вот такая сопля вниз встал на поддержку вот Exxon без вопросов в районе хайов раз два три четыре отваливается то есть что мы получаем как вы видите я думаю стало заметно что не так-то много акций которые позволяют у которых есть потенциал роста чтобы двигать индексы это конечно напрягает вот поэтому сомнительно как-то верится дальнейший сильный бурный рост хочется чтобы рынок удивил чтобы он все-таки был да если у вас там в ланге если в лангах это всегда так вот но пока что не особо так что будьте внимательно аккуратны возможно что мы у развороты находимся так вопрос почему так было говорить об S&P 500 на том что может пойти вниз ведь это не Россия не все акции пойдут вниз всегда можно найти акции которые будут расти при падении смысл смотреть индекс лучше искать правильные акции не вопрос пожалуйста ищите акции то есть я просто знаете я говорю о том что как бы мне какие идеи которые меня посещают как бы вот сейчас такая идея назрела вот и все поэтому это не значит что рынок стопроцентно упадет или о том что там моя точка зрения она единственная правильная то есть тут нет конечно же у каждого свое мнение я наоборот когда тренд стоит я только за чтобы этот тренд рос чтобы было все классно чтобы мы там зарабатывали и все такое прочее но в принципе как бы факт остается в том что вот эти разворотные точки не бывают да и вот я просто за то что нужно сейчас отнестись с вниманием и пониманием вот к этой к этой ситуации лучше даже вот просто хотя бы с вниманием вот и все так что как знаете как говорится будущее оно покажет что нам рынок нарисует вот а пока это просто мысли которые в общем то знаете как пока вы не поставили на рост или на падение ну то есть грубо говоря не подкрепили свое мнение деньгами то в общем то это просто мнение наши вебинары они носят обзорный такой характер плюс посмотреть какие-то акции которые могут быть во время торгового плана вот но конечно же это не значит то как я сказал я вам просто говорю что по свойствам рынка вот он навел меня на такие вот мысли страны я и сам только зато смотрите он обновил у нас хай он за этой за этим уровнем за сопротивлением который сейчас того поддержки закрепился то есть все позитивно но вы знаете как всегда вот в бочке меда вот небольшая ложечка вот найдется что да он закрепился он классный но он движется так что вот он уже свое движение историческое достигает поэтому вот и все пожалуйста еще вопросы задавайте если есть я на них отвечу а по первому я просто не знаю чего от меня хотите что вы хоть прокомментируйте чего там написали кучу цифр а кам цель как чего тут идет первая цель а второе чего или или вторую цель а первая точка входа вы хоть поясните чего здесь написали так а пока американский фондовый рынок более техничный чем российский я бы сказал просто на американском фондовом рынке можно найти компании которые в настоящий момент более красивы по технике то есть сам рынок он ну скажем так и в америке он есть и техничный и не техничный просто среди когда у вас есть большой выбор вы можете найти больше техничного то есть скажем так можно сделать рынок техничным для себя то есть путем отбора того что технично так точка входа цель точка входа 36.6 41 цель ну да после коррекции 36.41 это видимо это вот здесь это предыдущий хай логично логично вполне логично только я еще как бы стоп не увидел секретный кон да то есть стоп не забывайте да как бы логично вход ваш логичен так амазон ну ка посмотрим 175.6 196.4 175 175 175.6 то ну ка сколько там у нас это это да ну это хай ну логично да 175 со стопом наверное иже минимума нормально это нормальная точка входа нормально эти а и то есть это как бы классический уровень это очень даже хороший но это наверное наша поддержка да так 43.3 ну вот в общем то что мы уже рисовали она как бы здесь ничего не изменило пробой наверх цель а так 49 ну да да дальше что может быть 49.9 так Хьюлит Паккарт ну Хьюлит Паккарт я вам уже сказал что там очень уж он 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 знаете он то как он себя до этого вел как то он очень так тут от лонга вот чисто как то внутренне сложно но в принципе 25.56 но выходить его на откок от уровня я помню 29 имеет место быть ну только не только помните о том что это Хьюлит Паккарт так ноутбуки конечно у них хорошие ну что они там дальше делают что у них такие акции в смысле что там у них проблемы с бизнесом конечно уже подстала 35.8 ну агрессивный отскок да может быть агрессивный отскок ну и цель я думаю хай да да нормально то что вы написали это все классический уровень не имеет место быть безусловно да амазон но амазон он он как бы да он он уже накренился вниз что напрягает да вот то это курс посвящен теханализу это не курс посвящен теханализу это вебинар посвящен теханализу о других аспектах мы не говорим да говорим теханализе на фондом рынке американском в данных вебинарах там у нас еще куча вебинаров посмотрите там у нас новый там человечек появился вот там есть и другие темы но здесь мы говорим про теханализ так что да, Amazon слабоват как бы он такой более рискованный из всех тех, что были представлены но имеет место быть так, пожалуйста, еще вопросы задавайте, если есть нет вопросов ну хорошо, раз вопросов нету тогда я всем желаю успешной торговли будьте внимательны сейчас тем более у нас и на российском рынке произошли события важного характера так что в общем по ощущениям по общению с трейдерами какое-то вот такое интересное время должно наступить я уж не знаю, будет это флет или это будет мега тренд но вот на какой-то грани мы находимся так какие индикаторы размещены на платформе просто объем и макт это в общем стандартные индикаторы тут ничего хитрого это макт вот снизу и объем то есть макт это в любом учебнике то есть один из самых простых индикаторов самый нормально работающий есть ли у меня любимые акции да я бы не сказал, что есть любимые акции скорее вот как отберешь, такие будут бывает, что какую-то там ну зацепишь за нее там дольше, чем за какую-то другую но давайте так хотя нет можно сказать, что у меня есть один любимый инструмент ну как любимый да, вот как вы правильно сказали в кавычках на который я очень внимательно смотрю это SPY это фонд по S&P 500 то есть это в кавычках акция которая повторяет S&P 500 я как бы, я люблю индексные вещи индексные либо вот те, которые приходят в процессе отбора и вот SPY это вот один из них стоит ли пользоваться пивот уровнями ну насколько я знаю пивот уровня это просто поддержки сопротивления ну по каким-то там особенным критериям и любая концепция поддержки сопротивления она работает а так детально не буду вас как бы вводить в заблуждение потому что пивот уровня я детально не изучал я только читал, что это некая форма поддержки сопротивления поэтому концептуально они могут быть могут применяться на рынке но конечно вы посмотрите, что там у них нет ли какого-то такого нет ли какой-то идеи которая противоречит здравому смыслу может там цель такая, что купить на падении потом еще добавиться на падении потом это маржин колется то есть чтобы не было такого движения против себя знаете там, пирамидостроения ну по-моему пивот уровень это некий сопротивление, поддержка там по своим правилам пользуюсь я фибой ну я как бы вот так активно не пользуюсь но считаю, что это достаточно достойный инструмент если мы говорим об уровнях коррекции фибоначчи и самое главное, как его применить мне он, скажем так, меньше подходит потому что его сложно ну вернее даже непонятно как автоматизировать то есть чтобы его использовать нужен человеческий фактор то есть пришел, глазами увидел сеточку натянул там уровни поставил то есть компьютеру сложно объяснить, что такое поэтому тут фиба интересный инструмент, безусловно но сложно автоматизируемый а так очень даже нормально так, вход утром на гэпе не более 1,95% шорт оправдан ну это знаете, нужно смотреть каждую конкретную ситуацию это надо смотреть каждую конкретную ситуацию то есть, ну а как там, если если гэп 2% но у вас при этом движение там ожидается в 10% то может быть вы и можете зайти но если у вас движение там в 3% и гэп в 2% то уже, наверное, не очень то есть, тут надо смотреть так, когда будет про легенды это смотрите расписание мало акций посмотрели но мы сегодня по этому по Доу Джонсу по Доу Джонсу посмотрели ситуацию в основном ничего домашку сделайте домашку самостоятельно ну хорошо, коллеги тогда желаю вам успехов рассматривайте международные рынки дополняйте к российскому рынку развивайтесь торгуйте прибыльно с вами спасибо 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 спасибо